Ну что, порадовалась песня? Вообще волшебство какое-то. Ну конечно, главное с пацанами договориться. Доброе утро, друзья! Программа Утренний Экспресс продолжается. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к нашей дружной и хорошей компании. И сегодня мы с вами вместе говорим про моду. И вот мода, понятно, что на одежду она меняется каждые полгода, каждый сезон. А вот мода на хорошие дела все-таки не кончается и не проходит. Не кончается никогда, да, она не пройдет. Друзья, у нас в гостях сегодня руководитель благотворительного фонда за защиту Анна Вайман. Анне, доброе утро. И волонтер Юлия Закс вместе с потрясающим персонажем, который уже расслабился в нашей студии, да, все почесал. Гамлет, ну, уведи себя прилично. Понятно. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Гамлет, как дела? Спасибо, что повернулся к нам тем, чем надо. Ну, расскажите, по традиции мы всегда узнаем в самом начале про этого питомца. Закс, ой, Гамлет. Гамлет, это молодой пес. Мы 6-7 лет, и он у нас появился в результате грустной истории. Нам позвонили, сообщили о том, что пропал его хозяин несколько дней, его нет. Собака сидела закрытая достаточно долго в квартире один. Да, и так как, ну, повезло обычно в таких случаях очень сложно проникнуть в помещение, а даже с помощью полиции очень сложно. А так как жилье было предоставлено по какой-то там схеме, вроде бы детский дом хозяина, из детского дома. Ну, в общем, в жилье попали. В жилье попали, и там уже искали хозяина, но собаку вручили нам. И так он появился в фонде зоозащиты. Весь, он был, у него были огромные проблемы с глазками, он был истощенный, он был вообще очень несчастный. И мы его сразу же привезли в клинику, и вот оттуда уже обратились везде, везде, везде в наших соцсетях. И Юлечка откликнулись с супругом, чтобы взять Гамлета на время до пристроя. И в это время затянулось, и сейчас у ребят изменились обстоятельства, и Гамлет очень в срочном порядке и ищет дома. А вот Юля расскажет как раз как он себя проявляет. Расскажите, какие хозяева ему нужны? И с чем вы столкнулись? Потому что одно дело, как он ведет себя в нашей студии, а другое совершенно, как он ведет, вот, на ручке пытается забраться. Мам, ну возьми на ручки. Да, он вообще на удивление добрый, ласковый парень, вот, он очень домашний, он подойдет людям, которые много времени проводят дома. То есть даже вот там гулять на улице, он там 5-7 минут погуляет, говорит, все, хватит, давай, давай, давай. Давай, там где у нас пледик? Очень любит порядок, Юля рассказывала, и устаканенную жизнь, распорядок дня. Да вы что, распорядок дня? У меня муж работает дома, и вот он целый день с ним, целый день лежит у него в ногах. То есть для него прям вот хозяин и быть рядом с хозяином, это очень важно. Счастье, конечно, для любой собаки, это важно. Сейчас мы попытаемся тебе найти хозяина. Присмотритесь, пожалуйста, к этому псу, он действительно проявляет себя очень по-доброму, хотя к этой пародии, безусловно, есть, ну, определенные, ну, какие-то опасения, что ли. Но мы прекрасно видим, вот, по крайней мере, здесь, что есть маленький ребенок с ребенком и кошкой. И Гамлет проявил себя как абсолютно толерантный. Ну, есть ребенок, есть кошка, есть кошка. Пусть будет. С кошаками нормальных? Больше любит мужчин, чем женщин у него, так как у его хозяина был молодой человек. И, конечно, он, но он ко всем по-доброму относится. И вот так скажем, в содержании, вот, в содержании он беспроблемный. То есть он кастрирован, он вакцинирован. У него уже проведена две операции на глазки проведены, то есть немножко открыли ему глазки, потому что все это нависало. Вот, им не занимались, это было видно. Сейчас вот он отъелся даже больше, чем назад. Юля его худеет, чтобы глаза совсем не заплывали. В общем, парень в самом расцвете сил очень спокойный, адекватный. И очень хотелось бы найти для него хозяина. Вот вы чаще всего, ну, так получается, все-таки приводите нам собак без породы. А вот это, ну, видно, что прям породистая собака. У нас есть очень много собак породы. Есть ли ограничения просто за уходом вот именно этой собаке, вот как вы говорили, вот именно для шарпея, то есть что должен знать человек, и должны ли у него уже быть шарпеи, чтобы его взять себе? Нет, у меня никогда шарпеев не было. Вот, и это без проблем. Ему нужно два раза в день протирать глазки, вот. Но это занимает, ну, одну минуту ватным диском протереть. Ну, просто привычку войти. Да, ага. Он абсолютно не сопротивляется, спокоен, процедуру знает. Берешь минутку, протер, и все. Класс. Ну, смотрите, Ань, у вас ведь много животных в вашем фонде. Как вообще людям, которые, ну, вдруг захотели познакомиться с этими животными поближе, посмотреть, как, куда обращаться? Ну, нас можно найти в любых соцсетях, написать нам. Вот. Обязательно мы сначала предлагаем всегда приехать и познакомиться. Иногда бывает так, что приезжают к одному животному, а уезжают совершенно с другим. Но я сразу же скажу, что нельзя просто прийти и вот так вот взять кого-то. То есть мы знакомимся, мы задаем вопросы, человек тоже задает вопросы. Для каких-то, допустим, животных с нюансами в поведении мы предлагаем почаще поприезжать, чтобы собака, допустим, привыкла к этому человеку. И в дальнейшем мы своих питомцев привозим только сами, потому что были очень печальные случаи, когда нас обманывали, и мы теперь у потенциальных хозяев, ну, в качестве подтверждения заявленных, да, ими условий, мы ездим и сами пристраиваем. Только так, чтобы самим лично убедиться. Заключаем расписку, документы. И какое-то время, наверное, еще следите, да, чтобы все выполнялось? Ну, по мере возможности, просто не так много волонтеров в фонде, что нагрузка большая. Но мы очень всегда благодарны тем, кто присылает сами видеопривет и фотопривет из дома. И очень здорово. Люди, которые наши подписчики, они очень радуются, потому что очень много переживают. В кого-то вкладывается очень много средств, если лечить приходилось. И потом, когда ты видишь, что вот из дома приходят такие счастливые, довольные мордашки, это очень вдохновляет и мотивирует. Спасибо вам огромное за вашу работу. Мы видим, что здесь любовь просто в полном объеме проявляется. Ну, конечно, мы желаем, чтобы... Гамлет обрел своего хозяина. Да, в ближайшее время. Спасибо большое. Руководитель благотворительного фонда зоозащиты Анна Вайман была и Юлия Закс, волонтер. Ну и, конечно же, главный герой сегодняшнего выпуска – это Гамлет.